Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Протекает крыша, затопило подвал. Коммунальный коллапс разгребет мобильная приемная губернатора. Три в одной. Куда с площади Куйбышева переедет традиционная сельскохозяйственная ярмарка? Благословение меда и строгий пост. Православные христиане отмечают первый спас. Потоп в квартире и задырявые крыши почти год терпели жители дома в театральном проезде. Управляющая компания, по словам потерпевших, на жалобы не реагировала. В итоге в одной из квартир уже обвалился потолок. Теперь люди обратились за помощью в мобильную приемную губернатора. Когда решат проблему, знает Алина Чемерис. Зимой вот здесь весь пол был залит водой, потому что текло непрерывно 4 дня вместе с побелкой и просто невозможно было ходить. Крыша над головой Татьяны Калагривовой начала протекать осенью прошлого года. Главный сюрприз ждал в конце зимы, когда стал таять снег. От постоянных протечек провис потолок, а месяц назад он и вовсе треснул. Женщина рассказывает, в управляющую компанию за помощью обращалась не раз. Ответ всегда прост. На ремонт нет денег. Но вскоре коммунальщики все же наведались в квартиру Татьяны. Два дня назад приходили тоже специалисты, потыкали палкой и после этого потолок обрушился совсем. То есть вот в таком состоянии, из него постоянно все сыпется. Дом на театральном проезде построен в начале 40-х годов. По словам директор управляющей компании все балки и бревна здесь старые и гнилые. А в том месте, где обрушился потолок, вообще не было плиты перекрытия. Решить проблему как можно скорее коммунальщики вызвались только после того, как за дело взялась мобильная приемная губернатора. Собственникам принято решение, что они своими силами снимают всю плитку, которой обклеен потолок, а мы отбиваем штукатурку и смотрим целиком. После того, как будет определена вот эта вот дефектовка, что там, примем какие-то меры, как нужно это все локализовать. Мобильная приемная в регионе работает с июня. Выезды на встречи с жителями каждую неделю. Главная задача разобрать проблему на месте и привлечь к ее решению всех компетентных специалистов. Бывают и нестандартные ситуации. Судя по документам, полученным от управляющей компании, в доме на театральном проезде все в порядке. Когда вступили в контакт непосредственно уже с заявителем, обнаружилось, что проблема-то на самом деле есть, она не устранена. И когда уже мы сегодня выехали с контролем, мы увидели, что да, действительно, еще нужно массу усилий предпринимать, чтобы эту проблему локализовать. Приступить к ремонту худой крыши руководство управляющей компании планирует уже на этой неделе. Алина Чемерец, Григорий Плешаков, События. А в этом Самарском дворе ситуация не лучше. Там идут настоящие парковочные войны. Предприимчивые жильцы отгородили себе автостоянку и закрыли ее на замок. В ситуации людям помогает разбираться Общественный совет микрорайонов. Эти объединения созданы по инициативе губернатора, чтобы людям было проще решать вопросы на местах. Лариса Шалафаст продолжит. Чтобы обеспечить своим автомобилем место во дворе, жильцы 159-го дома по улице Гагарина отгородили участок железными столбиками, повесили цепь и замки. Говорят, это мера вынужденная. Машин много, на всех места не хватает. Такой самозахват территории во дворе не всем жильцам пришелся по душе. Соседи начали писать жалобы в общественный совет. Соответственно, мной, как управляющим микрорайоном, были проведены беседы с автовладельцами, которые ставят свои машины за цепочки. Но, к сожалению, данное мероприятие никаких ни к чему не подводит. Теперь от разговоров перешли к делу. Управляющий микрорайоном направит в местную администрацию фотографии двора. О самозахвате земли сообщат в ГИБДД. После этого вопрос рассмотрит административная комиссия. Организаторам парковки придется заплатить штраф. Лариса Шалафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка из-за ремонта площади Куйбышева переедет в три района Самары. По поручению главы города Олега Фурсова уже с 25 августа начнется торговля в Куйбышевском районе на пересечении Кряжского шоссе улицы Уральской. С 1 сентября ярмарки откроются в промышленном районе на улице Физкультурной перед дворцом спорта авиационного завода и в Ленинском рядом с музеем Алабина. Там будет около 80 торговых мест. Всего же осенью продовольственные лавки заработает по 17 адресам. Торговать будут сельхозпроизводители Самарской области и соседних регионов. Особое внимание – ценообразованию. Продукты на ярмарках должны быть дешевле, чем на обычных рынках. Следить за тем, чтобы не было спекулянтов, а производители не завышали цены, будут строго. От двух до трех недель заключается договор на конкретное место. При подаче заявки сельхозпроизводитель определяет продукцию и свою цену, по которой он будет торговать. В случае, если он свои же заявленные условия не выполняет, то, соответственно, договор просто может не продлиться. В том году 7 человек у нас до этой санкции попали и покинули места на ярмарке. Время благословения нового урожая православные христиане отмечают первый спас – медовый. Праздник приурочен к традиции тысячелетней давности. В разгар лета в Константинополе совершали крестный ход с подлинным древом креста Господня, чтобы осветить город для защиты от болезней. Сегодня в храмах также совершаются поклонения кресту и освящают то, что дает людям здоровье. На богослужение побывал Олег Зверев. Тропарь к кресту и праздничные водосвятия совершаются в честь традиции, установленной еще в IX веке. В середине лета в древнем Константинополе, чтобы защитить город от эпидемий, было принято выносить из храма подлинные древа креста Господня и освящать окрестости города. Сегодня, как и тысячу лет назад, во всех храмах проходят торжественные богослужения и также освящают то, что несет людям здоровье. Честной крест находится по частям в разных странах и он имеет большую силу исцеления. Любое бедствие людей, любое страдание связано с нарушением этих принципов божественной любви, с невидимым действием зла, которое скрыто от взора человеческого. Против силы зла с древних времен было принято освящать водное естество, поэтому этот день называется Спас на водах. На Руси за праздником закрепилось еще одно название – Медовый Спас. Начинается церковное благословение меда нового урожая. Сегодня верующие приносят в храмы свежий мед, чтобы потом в течение года принимать его во исцеление души и тела. Главное – это изнесение честных требований, творящего креста. И люди идут, чтобы поклониться кресту. А мед – это благословение меда нового урожая. Употребляйте его, как обычный мед, пожалуйста, ешьте на здоровье. Свежий мед – хорошие подспорья в дни поста. Сегодня начинается строгий пост, который продлится две недели и завершится 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. Жуткое ДТП произошло в ночь на понедельник в промышленном районе Самары. Очевидцы выложили в соцсети фото с места происшествия. На пересечении улицы Тавропольской, Нововокзальной, водитель Лада Приоры протаранила рекламный стенд и остановку и вылетела на газон, после чего перевернулся. Передняя часть машины оказалась смята, поврежден и задний бампер. Водитель жив, его увезли на скорой. Подробности ДТП уточняются. В Самарской области автомобильный вор предстанет перед судом. Жители села Новое Еремкино обвиняют в краже 13 автомобилей. По версии полицейских, злоумышленник похищал отечественные легковушки в Тольятти и Самаре. Для взлома замка зажигания и дверных ручек использовал специальные приспособления. Машины похититель перегонял в лес, где и разбирал на запчасти, которые продавал. Полицейские вышли на след злоумышленника, но ему удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск. И вот более чем через год его, наконец, задержали. Областные дороги готовят к учебному году. Специалисты приводят в порядок проезжие части, по которым проходят школьные маршруты. Для того, чтобы ученики безопасно добрались до образовательного учреждения на автобусе, рабочие укрепили обочины. Кроме того, на всех маршрутах планируют установить дорожные знаки, вырубить деревья и кустарники, которые загораживают обзор. К 1 сентября также будет обустроена уличная дорожная сеть вокруг школы. Основные работы на школьных маршрутах планируется завершить до 25 августа. К концу лета изменится схема движения на Московском шоссе в районе строящейся развязки на улице Луначарского. Одновременно с этим будет закрыт съезд с улицы Гагарина. Через две недели транспорт по направлению в город пустят по правой стороне будущего кольца. Сейчас рабочие уплотняют песчаный слой на объекте, затем начнут укладывать щебень. После этого там установят бортовые камни, уложат нижний слой асфальтобетонного покрытия и приступят к обустройству опоры освещения и контактной сети троллейбусов. Работы должны завершиться к 1 октября. Почти половина россиян любят свою работу, при этом только каждый пятый работает по специальности. Более трети россиян продолжат работать, даже если у них будет достаточно денег для жизни. В опросе, который провел фонд «Общественное мнение», приняли участие полторы тысячи человек из 104 населенных пунктов России. А вот о каких важных событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Растяжение, вывихи и переломы. Как летом уберечь ребенка от тяжелых травм? Готовы к труду и обороне. Во Всероссийский день физкультурника самарцы сдавали нормы ГТО. Крылья советов возглавили чемпионат страны. Матч между лидерами ФНЛ завершился победой самарского клуба над питерским «Динамо». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА